Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Забивают сваи в реку. В Самаре приступили к строительству второго моста через Сок. Самара – город трудовой доблести и славы. Стартовал сбор подписей за присвоение городу высокого звания. Дворы, которых ждет преображение. Глава Самары встретилась с жителями Ленинского района. Первая опора заложена. У реки Сок началось устройство фундамента будущего моста. Объект возводит по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Когда планируют завершить стройку и открыть движение, узнала Лариса Шлафаст. У старого моста через реку Сок кипит работа. Ежедневно в две смены здесь трудится 40 человек и больше 40 единиц спецтехники. Сейчас рабочие устанавливают первую опору нового моста, вбивают сваи. Всего по проекту будет 5 опор. Одну установят в русле реки. Одна опора у нас русловая. Сейчас ездить, занимаемся. Там планируем перегрузочный мост для прохождения техники на данную опору. Ну, чтобы бурилка прошла, так как она весит порядка 107 тонн. Объект возводят по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Мост будет двухполосным, длиной более 300 метров. Новый мост должен решить проблему пробок и увеличить пропускную способность дороги. Здесь, в районе мостового перехода, у нас сохраняется узкое горлышко по две полосы. После строительства мостового перехода у нас будет преобразовано движение, и в каждое направление будет по две полосы движения. То есть, соответственно, плавно будет переходить Красноглинское шоссе с одинаковым количеством полос. После окончания строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостами. Завершить строительство всех опор планируют уже летом. Работа идут в графике. Полностью новый мост через Сок будет готов в октябре 2021 года. Лариса Шлафас, Николай Сидоров. События. Почти полмиллиарда рублей вернули людям. Это был долг предприятий по заработным платам. Самарцы получили свои деньги благодаря тесному взаимодействию надзорных органов и областных властей. Это сотрудничество помогает решить проблему и обманутых дольщиков. В эксплуатацию ввели пять долгостроев. Восстановлены права свыше 500 человек. Примерно 100 дольщиков выбрали денежную компенсацию. К числу проблемных объектов добавили еще 11 домов. А значит, что будут защищены интересы еще более 2000 собственников. Этот вопрос на постоянном контроле у областных властей. Нам очень важно с вами завершить те объекты, которые работают по старой схеме. И своевременно предоставить жилье гражданам. Особое внимание обратил бы на увеличение преступлений тяжких. Мы с вами добились улучшения ситуации по преступности в общественных местах. Это значительное достижение. Это отмечается людьми практически в каждом муниципалитете, в котором я бываю. Но вот по этим видам преступления, конечно, нам требуется сконцентрировать свою работу в 2020 году. Работа строилась во взаимодействии с уполномоченными органами, общественными организациями, населением. Что позволило решить немало актуальнейших задач, не допустить серьезных очагов социальной напряженности и массовых нарушений прав граждан. В Самаре стартовал сбор подписей в пользу присвоения звания «Город трудовой доблести». Первыми свои подписи поставили заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и герой Советского Союза Владимир Чудайкин. Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа. Основанием для присвоения звания «Города трудовой доблести» может стать награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР. Награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги подтвержденные факты трудового героизма жителей города в период войны. Больше 21 тысячи тружеников тыла предприятий и организаций Куйбышева получили орден трудового красного знамени. Около 50 тысяч тружеников тыла были награждены медалью за трудовую доблесть. Более 44 тысяч человек получили медали за трудовое отличие. Губернатор уже дал поручение подготовки научно-исторического обоснования вклада Куйбышева в Великую Победу, так как на федеральном уровне решение будет приниматься с учетом этих сведений. При этом глава региона отметил, что свое веское слово по этому вопросу должны сказать общественность, ветеранские организации, молодежь, трудовые коллективы, экспертно-научное сообщество, все жители Самарской области. Я нисколько в этой аудитории не сомневаюсь, что Самара, во-первых, достойна этого высокого звания, а во-вторых, она точно это звание в числе первых номинантов, в числе первых награжденных должна получить в год семейства билетия победы. Действительно, у города Куйбышева, нынешней Самары, особая роль в этой победе. Здесь и ковалось оружие победы, здесь запасная столица, и даже вот то здание, в котором мы сегодня находимся, оно имеет непосредственное отношение к тем героическим дням. Именно здесь, в этом здании, впервые прозвучала седьмая симфония Шостаковича. Будут опираться на мнения жителей. Елена Лапушкина посетила дворы Ленинского района Самары, которые будут благоустраивать летом. Горожане увидят изменения уже через несколько месяцев. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Этим летом дворы Ленинского района Самары превратят в уютные зоны отдыха. Здесь отремонтируют дороги, установят детские и спортивные площадки, спилят аварийные деревья и обустроят дополнительные парковочные карманы. Местные жители проголосовали за изменения по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Преобразится и пешеходная зона на Мичурино, от Владимирской до Дачной. Здесь разработан очень интересный проект, который включает в себя и воркаут для детей интересные, и установка тренажеров, и пандусы, и новые зеленые насаждения. Местные жители пожаловались главе города на лужи у остановки на пересечении Клинической и Мичурино. Проблема возникла из-за аварии на водоводе. Сотрудники районной администрации уже устранили последствия порыва. Сейчас здесь замечаний нет. Жители дома на Владимирской, 30, говорят, им нужна парковка побольше. Сейчас водители вынуждены оставлять свои машины на газонах. Мест на стоянке не хватает. Ну хоть на 10 машин, можно же там парковку сделать. Ну вот, усилить парковочные карманы, там можно сделать, позволяет охрана. Там же все равно машина, отсюда надо из двора вводить. Зачем мы тогда благоустраиваем, если машины все равно будут стоять? В самом сердце города на Чапаевской, 180, должны обновить фасад дома. Установить удобные лавочки и обустроить зеленый газон. Кроме того, для самых маленьких жителей здесь поставят качели и сделают антитравматическое покрытие в игровой зоне. А здесь жители сажают цветы на газонах, они пользуются? Все посадят, да? Здесь жители такие неплохие. Здесь и ветеран, кстати, у нас живет в первом подъезде. По словам главы Ленинского района Елены Бондаренко, управляющие компанией со своей работой справляются. Дворники вовремя очищают пешеходные дорожки и кровлю. Тяжелая техника чистит снег во дворах регулярно. На замечания горожан коммунальщики реагируют практически моментально. В основном обращения были связаны с уличной дорожной сетью. Отрадно констатировать, что все замечания по обращению в Твиттер были отработаны, это зафиксировано. Летом 2020 года в Ленинском районе Самары приведут в порядок дворы и отремонтируют 53 участка дорог. Специалисты приступят к работе весной. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В Самаре завершилось обсуждение 20 дизайн-проектов общественных пространств, которые планируют привести в порядок в 2021 году. Анатолий Головко пообщался с жителями Октябрьского района, которые участвовали в обсуждении. В советское время в сквере на пересечении Часовой и Ярошевского росли вишни и яблони. Местные жители отдыхали от городской суеты, сидя у фонтана. Сейчас это место больше напоминает пустырь. Здесь выгуливают собак. Горожане считают, сквер необходимо привести в порядок. Это сквер, вообще-то, историческая ценность нашего города, не только нашего района. Его построил архитектор Волков. Он построил этот дом в свое время для часового производства, для иностранных специалистов. Дом уникальнейший. Согласно дизайн-проекту, в сквере должны заасфальтировать тротуары, установить фонари, клумбы и обустроить газоны. Вторая территория в Октябрьском районе, которую вынесут на голосование, площадка у фабрики кухни. Дизайн-проект включает в себя существующую концепцию сквера. Монумент борцам революции оставят. Кроме того, здесь обновят освещение, установят скамейки и обустроят зеленые газоны. Завершатся у нас данные процедуры 25 февраля, по результатам которого будут приняты решения об утверждении данных дизайн-проектов, и они допущены до голосования. Голосование у нас будет обеспечено с 26 февраля по 1 марта включительно. Оно будет проводиться в электронной форме на официальном сайте администрации городского округа Самара. По итогам голосования представители городских властей составят список парков и скверов, которые благоустроят в 2021 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Путин. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Установить дорожные знаки и шлагбаумы. Жители железнодорожного района Самары обратились к Елене Лапушкиной. Встреча прошла в новом формате. Для того, чтобы подойти к решению проблем предметнее, глава города сама приехала в районную администрацию. Такую практику хотят проводить регулярно. Что больше всего волнует жителей, узнала мэрия Илчан. Дети, выходя с уроков, выбегают по этому спуску. Прямо сразу под колеса машины. Вот сейчас вы можете видеть, насколько близко проедет автомобиль, что детям действительно некуда выходить. У Марии, Савиной и двое детей оба ходят в 37-ю школу. Каждый раз, провожая их, волнуются, когда идут. Территория вокруг школы стала небезопасной. После открытия здания суда рядом с образовательным учреждением образовалась проезжая часть. Выходя из школы, ученики сразу попадают на дорогу. Сотрудники учреждения, как могли, проезд перекрыли. Но водители эти преграды не останавливают. Чтобы найти решение для проблемы, Мария пришла на прием к главе города. Мы очень плосим, чтобы нам ограничить проезд. Совсем ставить там, оградить какие-то заборы, там, естественно, нет такой территории. А вот ограничить проезд, чтобы там его не было совсем. Ну, шаг в слагбаум поставить, потому что там все-таки безопасность, там должен быть пожарный проезд. Чтобы избежать несчастных случаев и решить проблему, городские власти предложили разработать схему движения и установить несколько шлагбаумов. Также до конца весны на территории демонтируют светофоры, поставят ограждения. Установить дорожные знаки просят и жители по улице Волгина, от промышленности до партизанской. Здесь проложили дорогу, но про ограничительные метки забыли. Нет и пешеходной зоны. Дорога стала дублером Аврора. Соответственно, все машины, которые пытаются объехать пробку на Авроре в вечернее время, ехают через нас. Поток очень большой. Машины нас не пропускают. Нам приходится остановиться, пропускать этот поток, чтобы дойти в свой дом. В ноябре прошлого года уже разработали схему для установки знаков и устройства искусственных неровностей. Сейчас контракт в торгах. Работы планируют выполнить летом. Недовольны жители и тем, как вывозят снег. Глава города Елена Лапушкина поручила профильным департаментам решить этот вопрос в сжатые сроки. В ближайшие пару дней будет объезд железнодорожного района Самары. Этот адрес также будет внесен в график. Моя задача посмотреть улицу, как ее почистили, чтобы мне коллеги объяснили, где будут лежать полицейские. И посмотреть технически, есть ли возможность отсыпки тротуаров. С ноября 2019 года в краны жителей дома номер 5 по переулку водителей поступает некачественная вода. Она желтая и содержит песок, говорит Екатерина Смерчанская. Женщина вместе с другими инициативными жителями уже не раз писала обращение в коммунальные службы. Вопрос этот как бы не решился. И промывку делали из КАЭС. Неделю они промывали ветку. Песка стало еще больше почему-то. Есть вероятность, что загрязнение произошло после нескольких повреждений водовода на Марисе Терезе. Сейчас проводится анализ воды и составляется график устранения проблемы. Мэриел Чан, Николай Епифанов, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других темах дня. Теперь водители, чьи автомобили работают на газовом топливе, смогут сэкономить. В Самарской губернской думе рассмотрели изменения в проект закона о транспортном налоге на территории области. Проект предусматривает полное освобождение от налога, если автомобиль работает на природном газе метане. Если же транспорт работает на биотопливе, предлагается сократить налог до 50% от существующей сейчас ставки. Такие льготы действуют в 20 регионах страны. Еще 4 готовятся принять этот законопроект. В этом году в парках и скверах Самары появятся камеры видеонаблюдения системы распознания лиц. Первые умные приборы уже установлены на железнодорожном вокзале. Камеры могут анализировать видеопоток и выделять из него лица людей, подозреваемых в том или ином преступлении. В наступившем году новейшее оборудование установят на автовокзалах, а также в парках и скверах. С сегодняшнего дня автобусы номер 3 и номер 13 будут следовать по скорректированному расписанию. Это связано с тем, что у автобусов сменилось место разворотных площадок в районе конечных остановок, поясняет транспортное предприятие. Это сделано для удобства пассажиров и прежде всего для экономии времени в пути. Так, добираясь из центра города, например, от остановок улицы Ленинградская, Галактионовская до площади Революции на автобусе номер 3, раньше пассажирам приходилось делать пересадку на другой автобус этого же маршрута, уже готовый продолжить движение после технического перерыва. Либо ждать, когда закончится перерыв у автобуса, на котором они приехали, чтобы продолжить поездку без дополнительной оплаты проезда. Теперь делать это не придется. Для автобуса номер 13 разворотная площадка была у остановки Губернский рынок. Теперь она также на конечной в поселке имени Шмидта. На 30-летнюю мать 4-месячной девочки, которую нашли в пакете на одной из улиц Октябрьска 15 февраля, завели уголовное дело. Ее обвиняют в укрывательстве преступления. Следственный комитет также сообщил, что отца девочки, которого обвиняют в ее убийстве, суд отправил под стражу. Как выяснили правоохранители, в ночь с 7 на 8 февраля пьяный мужчина, укачивая свою дочь, сначала уронил ее, а когда она заплакала, ударил утюгом по голове. Утром мать нашла бездыханное тело дочери, после чего его положили в пакет и выбросили на улицу. В следственном комитете пообещали дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые не уследили за неблагополучной семьей. Мать погибшего ребенка уже имеет троих детей, но ранее ее лишили родительских прав. Сегодня закрылся каток на площади Славы. Такую информацию сообщили в пресс-службе администрации Самарской области. Причиной послужили погодные условия. Вновь покататься на ледовой площадке горожане теперь смогут не раньше декабря 2020 года. К слову, каток на площади Славы был открыт в первый раз. Самарцы оценили новый ледовый участок за праздничное убранство, хорошую оборудованность и красоту. Площадка вмещала одновременно до 150 человек. Всего за прошедший сезон каток посетило более 20 тысяч самарцев. Свадебный бум в главном Самарском дворце бракосочетания. 20-е, 02-е, 20-е. Не только зеркальная дата, но и идеальный день для вступления в брак, считают нумерологи. В Самарском теремке узами брака отношения скрепили 44 пары. Мария Левина отправилась в дом любви и рождение новых семей. В истории любви семьи Бубочкиных многие сегодня найдут себя. Олег и Татьяна познакомились полтора года назад в одной из соцсетей. Чуть больше месяца переписывались, а потом настал час икс. Время встретиться лицом к лицу. И это была любовь с первого взгляда. Конечно, он меня сразу покорил своей галантностью и тем, как он ухаживал. А у вас какие первые впечатления были? Первые впечатления мне очень понравились ее глаза. 20-е, 02-е случайно выпало или специально хотели? Она такая же красивая, как и мы. 20-е, 02-е, 2020-е. Это зеркальная дата, на которой этот год щедр. Но именно сегодня, с точки зрения нумерологии, идеальное время для вступления в брак, уверены те, кто доверяет числам. И считают, свадьба в этот день принесет любовь, гармонию и счастье. Работники ЗАГСа на себе это уже почувствовали. Сегодня в главном дворце бракосочетания Самары союз заключили 44 пары. 2020 год наполнен различными интересными сочетаниями цифр. И, как правило, на эти даты большее количество желающих заключить брак, создать свою семью. У Алии Галеевой сегодня двойной праздник. Под венец она пошла в день своего рождения, как и мечтала в детстве. С будущим мужем Динаром вместе учились в университете. Но только после окончания учебы молодые люди поняли, что нужны друг другу. К тому времени Динар уже уехал в Москву, но расстояние не стало между ними. И я решил, что пора либо перевозить ее сюда, либо самому сюда переезжать обратно. Но в любом случае надо отношения узакониться и сделать продолжение. Хотя многие в это не верят, что любовь возможна на расстоянии, но мы это расстояние преодолели. Теперь мы вместе. В последнее время, отмечают работники ЗАГСа, желание создать семью у молодых людей растет. Например, в 2019 году расписались больше трех тысяч влюбленных. Это абсолютный рекорд. Такая цифра в Самаре была лишь однажды, в 1990 году. Нынешний год обещают не уступать. На начало февраля заявления только в Центральный ЗАГС подали больше 600 пар. Следующие эффектные даты, когда ожидают бум свадебных церемоний, это 6.06.2020 и 8.08.2020. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Калдашов. События. Награда нашла героев. В Советском районе наградили достойных представителей сильного пола. Юные патриоты и работники органов, те, на кого привыкли равняться, получили премию «Офицеры России». Мария Левина познакомилась с защитниками Отечества. Среди 16 награжденных защитников Ренат Фазулгафаров. Его отметили в номинации «Профессионализм». Ренат работает помощником начальника следственного изолятора. До этого трудился участковым. В органах он больше 20 лет. Сохранять порядок и показывать пример другим – это почетно, уверен мужчина. Должен быть психологически устойчивый человек, образованный, показывать пример другим сотрудникам. На этом примере учились другие. И также сами заключенные под стражу тоже не обращают внимания на авторитетов. Михаил Карпухов вручает награды героям. Полковник запаса – офицер. В органах он прослужил добрых 30 лет. Большую часть из них отдал уголовному розыску. За время службы раскрыл много сложных дел. Сегодня получать награду из его рук – честь. Сам же Михаил рад, что зал полон молодых энтузиастов с горящими глазами. А значит, вся огромная работа по патриотическому воспитанию молодежи – не зря. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы молодежь понимала, знала, что такое совесть, сесть, достоинство, уважение к старшим, любовь к родине. В премии 11 номинаций. Раньше она проходила только на уровне области. В этом году в советском районе решили задать традицию – поздравлять своих жителей отдельно. А номинанты районной премии уже могут претендовать на областную, которая состоится в конце весны. Хотим показать всем достойных людей, достойных жителей, достойную молодежь, чтобы они служили примером для всех. Мы ими очень гордимся. Безусловно, они являются гордостью и славой нашего района. Среди награжденных – люди разных возрастов, школьники, члены патриотических организаций и боевые офицеры, которые не понаслышке знают, что такое война и служба в органах. Выдвигали конкурсантов организации, в которых они успели проявить себя. Мария Левина, Константин Головин. События. Детская лига дзюдо продолжает проводить соревнования в Самаре. Очередной этап привлек на татами и девчонок. На этот раз турнир посвятили победе в Великой Отечественной войне. Кто оказался на лопатках, расскажет Сергей Кизоркин. 13-летняя дзюдоистка из Баку Эмилия Рзаева входит в топ-5 лучших борцов в своем возрасте у себя на родине – в Азербайджане. Впереди у спортсменки международные старты. Набираться опыта перед ответственными соревнованиями. Приехала в Россию. Удачно выступила в детской лиге дзюдо «Волга». Завоевала серебряную медаль. Соревнование было прекрасное, так как было все идеально. Соревнование было очень сложное, но и соперницы были тоже очень трудными, с ними было трудно бороться. Также благодарю в финале со мной боролась Секира. Она очень сильная соперница. Тренер азербайджанской спортсменки доволен выступлением своей подопечной. Уверен, Самарская детская лига дзюдо воспитает целую плеяду выдающихся борцов. А сейчас эти соревнования – это еще одна ступенька для Эмилия Рзаевой, чтобы попасть на первенство континента. Самарский турнир очень сильный, нормальный. Мне понравился спортсмен, они хорошо борются. Мы хотели, чтобы она чемпионка была, но не получилось. Если несколько турниров возьмет место, призовое место, она будет чемпионат Европы бороться. Третий этап детской лиги дзюдо «Волга» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На эти соревнования приехали попытать счастье, завоевать медали и заработать рейтинговые очки несколько сотен спортсменов. А сегодня у нас, так скажем, немного экспериментальный момент, что мы добавили девочек сюда, в нашу лигу, да, первый раз по просьбам представителей команд. Областная федерация дзюдо довольна, что спортивный эксперимент удался на славу. Соревнования набирают популярность среди подростков. Ведь по правилам не обязательно бороться во всех четырех этапах. Спортсмен выступает только тогда, когда готов показать хороший результат. С постоянным повышением, так сказать, географии участников, ребят приобретают неоценимый опыт, потому что его на областных соревнованиях сложно приобрести. А на таких турнирах, где они борются с разными школами, это дает им большой скачок, толчок для развития. Четвертый заключительный этап детской лиги дзюдо пройдет 18 апреля. Там определятся не только чемпионы и призеры турнира, но и абсолютные победители соревнований. Кроме этого, лучшие спортсмены, тренеры и клубы получат индивидуальные призы. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте, в мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok